Суббота 18 мая В Могилеве простились с погибшим сотрудником ГАИ. В истории с его убийством все больше вопросов. А где ответы? В городе отметили День семьи. Расскажем рецепты счастья от многодетных родителей. День семьи. Детей взрослых и мастер-классы древних ремесел. В Бобруйске прошла ночь музеев. Сегодня в Могилеве простились с лейтенантом милиции Евгением Потаповичем. Церемония прошла в фойе здания областной филармонии. Она длилась три часа. Проститься с офицером пришли около двух тысяч человек. Те, кто провожал в последний путь погибшего при исполнении, не скрывали слез. Похоронили лейтенанта на сельском кладбище в Белыническом районе со всеми воинскими почестями. Для родных, друзей и знакомых 22-летнего парня случившееся, понятное дело стало шоком. Впрочем, как и в целом для Беларуси, который не помнит аналогичных по циничности преступлений. Пока убийцы не задержаны. Взыскиваются разные версии и предположения. Тех, кто застрелил молодого сотрудника ГАИ и вывез за город в лес, еще не нашли. Внимание всем нарядам. Слушаем внимательно, записываем ориентировку. Около 18 часов в городе Могилеве инспектор ДПС, лейтенант милиции Потапович выбыл для разбирательства по факту ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Вайберу. Срочно. Три цыгана. Черная Волга. Регистрационный знак. Русский. После этого сообщения сотрудник с табельным оружием пропал. Весь личный состав областного управления внутренних дел был поднят по тревоге. В регионе ввели план «Сирена». Спустя несколько часов в лесном массиве было обнаружено тело сотрудника органов внутренних дел с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Убийство сотрудника органов внутренних дел. До утра сотрудники Следственного комитета, судэксперты и милиционеры осматривали место происшествия. Были изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела. Сегодня устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Работа продолжается. Максимальное наказание за совершенное преступление – пожизненное заключение или смертная казнь. Но пока убийц офицера не нашли. На блокпостах продолжаются проверки всех подходящих под описание транспортных средств. Напомним, это черная «Волга» с наглухо тонированными стеклами на российских номерах. Предположительно, 67-й, 68-й или 69-й регион. Как сообщили в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль не въезжал на территорию России. Ориентировки на него переданы всем сотрудникам. За любую информацию милиция обещает вознаграждение. Подходящие под описание люди и авто задерживались в нескольких регионах. И они были проверены и оказались непричастными к случившемуся. По первоначальной версии, сотрудников в Черную Волгу затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка. И вывезли в неизвестном направлении. Потому в ночь на 17 мая милиция проверила дома представителей цыганской национальности. Не только в этом микрорайоне, но еще и в Бобруйске и в Борисове. А что если это сообщение в Вайбере написал не сам Евгений Потопович? И отправлено оно было для того, чтобы сбить с толку правоохранителей. А может быть, произошла ошибка, например, опечатка во время набора слова «Волга» в сообщении? И вообще, почему сотрудник был один? Машину, на которую увезли и убили молодого человека, все еще разыскивают. Версия похищений на черном авто проверяется, но не является приоритетной. Ориентировка уже другая. По данным следствия, около 18 часов 16 мая погибший милиционер находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева, напротив здания облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Все знавшие парня сходятся в одном. Это был порядочный человек, который планировал построить карьеру в ГАИ с самых низов, не боялся трудностей и был чрезвычайно исполнительным. Возможно, это и вынудило его сесть в роковую черную «Волгу». Евгений был единственным ребенком в семье 25 июля. Ему исполнилось бы 23 года. А вот еще одна новость, о которой писали все информагентства. В прошлую субботу вечером шестеро бобручан, включая пятилетнего мальчика, были госпитализированы с рваными ранами различной степени тяжести. Всех их покусал питбуль. В общежитии на улице Ванцетти, рядом с которым произошло ЧП, до сих пор обсуждают случившееся. Местные жители говорят, что собаки здесь и раньше нападали на людей, но таких серьезных увечий не причиняли. Пес, по их словам, оказался не просто бойцовским. Его, судя по многочисленным шрамам на туловище и пятнам зеленки, специально натаскивали на то, чтобы убивать. Местные жители не сомневаются. Погибший питбуль из питомника, который как раз расположен неподалеку, в частном секторе, и намекают, в нем готовят собак для боев. К самому Лене, так зовут заводчика, у них нет претензий, а вот к его животным, которые время от времени разгуливают по окрестностям, жалоб накопилось немало. Заводчик Леонид воспитывает собак бойцовской породы 24 года. Но мужчина утверждает, покусанные горожане не дело зубов его собаки. У животных отдельные вольеры с запирающими устройствами, и количество его питомцев за последнее время не уменьшалось. Факт этот пока не подтвержден. Ведется проверка. Труп убитого питбуля исследуют специалисты ветстанции, чтобы выяснить, не болело ли животное бешенством. После резонансного происшествия мы встретились с кинологом питомника служебных собак Бобруйского отдела Департамента охраны МВД. Андрей Кушевич работает с собаками на протяжении 20 лет. Его оценка – поведение животного и Советы по безопасности прямо сейчас. Андрей Валерьевич, случай, который произошел в Бобруйске, потряс всю республику. Скажите, почему себя собака вообще так повела? – Данный случай, который произошел в городе Бобруйске, конечно, это случай единичный. На моей памяти случаются очень редко такие ситуации были. Что можно сказать? Собака – это животное. Животное – хищное. В животном мире хищник догоняет, жертва убегает. Мое предположение, что ребенок бежал, собака подумала, что это добыча, ну, представила себе, и побежала за ним. Может быть, мальчик там размахивал руками, кричал, то есть спровоцировал собаку. А собака, как я знаю, бойцовые породы, предположительно, питбультельер. Как мне потом пояснили, говорили, что собака вся в шрамах, участвовала в боях, значит, собака натаскана на то, чтобы убивать. Ну, является вообще такое поведение четвероногих адекватным? Каждая собака обучена на что-то определенное. Если эта собака участвует в боях, то я считаю, это как-то на человека переключиться, но это мое мнение, ну, не сильно адекватно. Если, конечно, хозяева, если есть такие хозяева, которые, вот, это не бездомная собака, мне кажется, что, скорее всего, откуда-то она убежала, или, может, хозяин выпустил погулять ее. Если он в свое время тренировал собаку на задержание людей, то, в принципе, это адекватное, нормальное поведение. То есть ее спровоцировали, собака напала. Ну, я считаю, что такие собаки должны находиться в намордниках, на поводке, и тем более без хозяев самостоятельно не должны гулять. Ну, любой человек может столкнуться с такой ситуацией, просто гуляя по улице. У нас в основном все собаки гуляют без намордников, и некоторые даже без поводков. Вот как вести себя в такой ситуации, если вдруг собака напала? Если рядом хозяин, а вам надо пройти через эту местность, где гуляет собачка, сдалека, ни громко, ни крича, ни чего, как-то постараться привлечь хозяина, окликнуть его, ну, и попросить, чтобы он собачку взял на поводок, чтобы пройти. Если это дворовые собаки, ну, грубо говоря, бездомные, их поведение тоже можно как-то предугадать более-менее. То есть, если вы проходите мимо гаражей каких-нибудь, где-то бегает собачка, сдалека вы не можете определить пол собаки, сука это или кобель. Если это сука, не исключено, что у нее могут быть щенки где-то рядом. Защищать свое потомство – это в крови у каждой собаки, даже не то, что у собаки, а у животного защищать свое потомство. Поэтому она может и напасть. Хотя сдалека она и хвостом вроде виляла, но вы подошли ближе на ее территорию, она может укусить. То есть, хотя большинство собак изначально они сдалека облаивают. То есть, предупреждают людей, что не иди сюда, я здесь, это моя территория. Потом есть ситуации, когда собака где-то находится возле мусорки. То есть, собаку выбросили, ей питаться как-то надо. Начиная там объедки, люди выбрасывают, она начинает кушать. Естественно, что тоже защита от добычи своей, тоже у нее в инстинкте. То есть, где-то если вы увидите, что возле мусорки бегают собаки, лучше, естественно, да, обойти, не провоцировать ее. Бывают ситуации, когда в простонародье называется свадьба. То есть, когда собака течкует, пустовка называется, и за ней бегает стая кобелей. Естественно, тоже. Это инстинкт. Инстинкт на продолжение рода своего. Если как-то боком обидеть собачку, я имею в виду суку, не исключено, что кобели все могут переключиться на вас, так как они защищают, как говорится, даму сердца своего на данный момент. Сами они напасть не могут, если их не трогать? Собака, собаки рознь. То есть, беспричинно собака не нападет. Какая бы собака здорового не была, это, конечно, если не считать, что собака обученная, которая стеленаправленно обучалась на охрану территории. То есть, вы пришли к ней на территорию, она по-любому вас укусит. Но в данном случае разговор идет о бездомных собаках. Поэтому беспричинно собака не нападет. Есть, конечно, случаи, когда собаки нападают. Собаки больны бешенством. У нас в городе идет прививки, вакцинация, отлова этих животных, стерилизация, чтобы не было потомства. Вот только одна из причин, которые собака больна бешенством, может беспричинно напасть. Такой вопрос. Собака не возбраняется законом тренировать к боям? Легально боев с собак у нас по закону нет такого. В законе прописано, что собаки могут участвовать в боях. Поэтому это, я думаю, что нарушение закона. А можно ли применить какие-то специальные средства, газовый баллончик или электрошокер, если некоторые носят с собой в сумочках, чтобы защититься от животного? Безусловно, можно газовый баллончик, шок. Он перцовый баллончик. Единственный, который действует на собак. Остальные все слезоточивые, нервно-политические на собаку. Она просто почихает и все. А вот именно перцовый баллончик, электрошокер. Ну, сами понимаете, когда собака на вас бежит, тут тоже надо вовремя достать, успеть ударить собаку током. Тоже, да, эффективно. Что можно посоветовать родителям, которые отпускают детей гулять одних, без присмотра, чтобы они не сталкивались в будущем с такими ситуациями? Ну, родителям посоветовать, чтобы вообще любое животное, кошку, собаку, не гладить. Потому что неизвестно, это животное, данное животное, какое может быть переносчиком какой заразы. Это может быть и лишай, и всякое остальное. Но если увидели собаку, которая гуляет просто так вот, не кричать на нее, не провоцировать, не замахиваться, не угрожать палкой, просто спокойно остановиться, может собачка просто подбежать к вам, обнюхать и убежать. А если вы начнете кричать, отпугивать ее, неизвестная ее реакция, она может пойти в атаку и укусить вас. Вы тут мнение, что если человек боится, собака чувствует подсознательно этот страх и может напасть. Это правда? Да. Человек, когда боится, пугается, организм урабатывает феромоны, которые человек не ощущает. А так как у собаки в несколько сот тысяч раз обоняние получше, чем у человека, собака этот феромон ощущает. Большое спасибо вам за интересную беседу и спасибо за интервью. Ну, как смог, спасибо. Острый вопрос грязной нефти, письма счастья от ГАИ по электронной почте и лакомство со вкусом василька. Сейчас коротко о самых важных, интересных и обсуждаемых заголовках страны. Беларусь настаивает на полной компенсации потери от поставки некачественной нефти. Способы возмещения определит специальная группа, созданная по итогам встречи в Москве. Напомню, представители правительства двух государств провели встречу в российской столице и согласовали порядок выплаты компенсации за поставки так называемой грязной нефти. Из-за некачественного сырья на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование приблизительно на сумму 30 миллионов долларов. Российская сторона обязалась полностью возместить все документированные расходы предприятия. О каких конкретно суммах идет речь, пока точно неизвестно. ГАИ начала рассылать уведомления о фиксации и превышении разрешенной скорости по электронной почте. Их можно получить, если зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МВД. Для регистрации требуется указать персональные данные, в том числе номер паспорта, идентификационный номер и e-mail. С момента запуска функции уже зарегистрировано более 22 тысяч пользователей и уже отправлено более 2 тысяч уведомлений о фотофиксации нарушений ПДД. В Беларуси во время проведения вторых европейских игр усилят санитарный контроль. Проверки регулярно будут проводить на всех спортивных объектах и в гостиницах. Как заявляют врачи, риск завоза инфекции в нашу страну на период игр возрастает, поэтому контроль начинается уже в аэропорту. Специалисты будут использовать медицинские тепловизоры. Они позволяют выявить среди прибывших лиц даже при отсутствии каких-либо жалоб первый симптом повышения температуры. Таким людям будут предлагать оказание медпомощи, чтобы они не стали источниками инфекции. БелЖД сообщает о расширении перечня сведений, требующихся при оформлении билетов на поезда в международном сообщении. Теперь придется называть кассиру не только фамилию и номер паспорта, но и имя и дату рождения пассажирам. Кроме того, в стране внедряется автоматизированная информационная система персональных данных пассажиров, воздушных судов. Все коммерческие авиаперевозчики должны собирать и предоставлять сведения, которые впоследствии будут обрабатываться органами пограничной службы. За нарушение закона и доставку в Беларусь пассажира, не имеющего необходимых документов, будут наказывать штраф от 100 до 500 базовых величин. Выборы должны быть максимально открыты. В пятницу президент собрал совещание по организации и проведению масштабной избирательной кампании. Парламент выберут в ноябре, а предвыборные мероприятия начнутся уже в августе. Основная нагрузка ляжет, конечно, на плечи избирательных комиссий, но организовывать их работу – задача местной власти. Предстоящая кампания – экзамен для руководителей регионов, подчеркнул Александр Лукашенко. Важный политический период, кстати, стал центральной темой Дня информирования. Бобруйск на неделе посетил Геннадий Давыдько. Законотворец отметил – требования главы государства неизменны. Это должны быть честные и справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности. Попросил глава государства спокойно провести честно, согласно нашему законодательству, эти две серьезные очень кампании. Поэтому «Белая Русь» готова к этому. У нас есть определенный опыт, и мы сделаем все, чтобы это было демократично, организованно, дисциплинированно. В новом составе высшего представительного органа власти будет место тем, кто прежде выполнял предвыборные обещания, готов представлять интересы избирателей, пользуется их реальной поддержкой и доверием. Избиратели все помнят и видят. Кандидатам в депутаты нужно будет встречаться с народом, разговаривать, объяснять, рассказывать о своей позиции, о том, как они будут работать в парламенте. Еще на этой неделе Бобруйск посетил губернатор Могилевской области Леонид Зайц и помощник президента Михаил Руссий. Выездное заседание прошло с целью ускоренного развития Бобруйска и района. Председатель обл.исполкома провел совещание с руководством города. В повестке дня обсуждали инфраструктуру, схему развития городского транспорта, планы коммуникации, проекты перспективной застройки, ландшафтный дизайн и реконструкцию зданий. Также руководитель области посетил промышленный гигант и встретился с коллективом завода «Белшина». В этот же день на другом предприятии тоже были гости. Воспитанники Весновского дома-интерната приехали из Глузка в Бобруйск, чтобы познакомиться с промышленностью открытого акционерного общества «Фандок». В самом интернате созданы и действует 10 кружков, в которых дети и уже взрослые люди занимаются различными направлениями деятельности. От валяния из шерсти и написания картин до создания настоящих творческих шедевров, изготовления вышитых икон. А еще в интернате есть собственное деревообрабатывающее производство. В 2017 году при поддержке ирландских партнеров в соцучреждении стартовал совместный проект, главная цель которого – специальное обучение. Оно направлено на обретение навыков самостоятельности и восстановление дееспособности. Насколько успешно проходит социализация? Экскурсия на предприятии началась с небольшого инструктажа по технике безопасности сразу после знакомства с «Фандоком». Для этих ребят здесь любопытно все, ведь воспитанники Весновского дома-интерната тоже трудятся в деревообрабатывающих цехах и мастерских. Масштабы, конечно, поменьше, но технологии те же. Они посмотрели, что у нас на станках наших, конечно, проходят операции, проводятся за четыре прохода. Здесь трехсторонник сразу один. Вот я им объясняю, показываю. Они восхищаются, довольны. Потом, вот что интересно, что, как бы, некоторые думают, ручная работа на производстве не нужна, да? Они посмотрели, что ручная работа основная, даже вот шпаклевка, шлифовка, они тоже этим занимаются. Ребята выпускают продукцию практически без участия взрослых. На рынке она востребована. Ее продают на ярмарках и выставках. 21-летний Василий Фламенков в интернате с малых лет. Парень умеет читать и писать, а еще работает. Собирает табуретки и стулья разных размеров конструкции. Я там занимаюсь табуретками, и это мне больше нравится. И я хочу к этому идти работать. Это мое хобби. Большинство воспитанников Весновского дома-интерната всю жизнь провели в казенных стенах. Сегодня там 150 человек. Это дети и уже взрослые люди, которые страдают тяжелыми заболеваниями. Для них создают такие условия, чтобы не просто существовать физиологически, но и жить с интересом, получая новые знания и эмоции. Некоторые не смогут жить самостоятельно, но в приемных семьях они вполне могли бы жить, потому что навыки самообслуживания они действительно получают. Они сами убирают, сами готовят, зашивают себе одежду. Может быть, они не смогут производить какие-то денежные операции и работать, потому что, к сожалению, в силу своих физических особенностей работать на производстве они не могут, но обслуживать себя дома – да. Этот визит на предприятие не состоялся бы без партнеров. С помощью ирландской благотворительной организации в соцучреждении проводятся два проекта. Одни воспитанники приобретают необходимые навыки в быту, другие – восстанавливают дееспособность, чтобы жить самостоятельной жизнью и зарабатывать. В прошлый раз организовывались поездки в общество глухих. Ребята видели, как работают глухие люди. Поэтому мы будем думать над тем, какие места и производство можно посетить, чтобы показать детям возможности в жизни, где бы они смогли в будущем применить свои навыки. Эти ребята, которые приехали сюда, наверное, они смогли бы найти возможность реализовать себя, потому что они все способны и все интересуются производством мебели. Я в них верю, в них может всё получиться. Михаил Рунцевич – один из ярких примеров успешной социальной адаптации в доме-интернате. Он открыл в Глузке собственную мастерскую по ремонту обуви. Признаётся, работа сложная, но ему нравится. Я работаю в обувной мастерской, на бойки делаю, замки прошиваю, супинаторы составляю, подошвы меняю. Да, нашёл призвание. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Источник любви и уважения. В Бобруйске насыщенная неделя прошла под знаком семьи. Именно семья во все времена остаётся хранительницей человеческих ценностей культуры и преемственности поколений. Фактором стабильности и развития любого государства. Месяц назад в семье Мельниковых произошло радостное событие. На свет появилась долгожданная лапочка-дочка, которую назвали Феодорой. Это уже третий ребёнок супругов Виктории и Андрея. Счастливые родители воспитывают сыновей Савелия и Матвея. Решение пополнить семейств в очередной раз, признаются, было взвешенным и осознанным. Я рада, что у меня трое детей. И может ещё раз ходим за мальчиком ещё. Трудно и сложно, и здорово. Всё вместе. И тяжело бывает. Ну, дети – это радость, счастье. Для чего мы живы? Ради детей. Смысл жизни – дети. Хозяин дома Андрей сам из многодетной семьи. Но трудности мужчина не пугает. Для своих отпрысков он стремится быть примером во всём. Занимается с мальчишками физкультурой и прививает им любовь к здоровому образу жизни. Всегда трудности есть. Одни решаются, появляются новые. Это жизнь. Надо, чтобы себя оставить хорошие. Чтобы цветы жизни цвели и пахли. В этой дружной семье один за всех и все за одного. Каждый знает свои обязанности и всегда приходит на выручку ближнему. При грамотном распределении ролей можно преодолеть любые преграды, считают родители. Завожу младшего брата в школу, забираю его со школы. Помогаю сестрой. Есть с кем на улицу сходить, гулять. Не скучно дома. Весело. Совсем скоро большое семейство переедет в просторную квартиру, которую построили своими силами. Супруги уверенно смотрят в будущее и берегут мир и лад в своем доме. На Медне семья Мельниковых и еще семь семей из Бобруйска получили удостоверение с официальным статусом – многодетные. На торжественных мероприятиях присутствовали мамы и папы с детьми, младшие из которых родились буквально месяц назад. Кроме важного документа, счастливые родители получили на память подарки от Белорусского фонда мира. Государством, конечно, оказывается разнообразная поддержка многодетным семьям. Здесь, начиная от пособий, которые регулярно повышаются, и в том числе у нас в городе активно строится жилье для многодетных семей с поддержкой государства. Только за прошлый год около 300 семей получили свои квартиры. После официальной части родители со своими чадами отправились в седьмой микрорайон увеличивать парк семейных деревьев. В посадке поучаствовали и супруги Мельто с дочерьми и сыном. Мария и Дмитрий отмечают – они всегда мечтали о большой и шумной семье. Дети – это общая радость. Самое, наверное, целое и главное в жизни. Это наши дети. Ну, конечно, и большой труд, потому что вырастить детей. Я знаю по своим родителям. Это очень… нужно много сил, терпения. В благом деле принял участие отец двух детей – военнослужащий Дмитрий Еременко. Он обежден – посадить дерево, построить дом и вырастить потомство обязан каждый настоящий мужчина. Сегодня очень важное мероприятие для нас. Мы, наверное, семью и первый раз садим вместе дерево так, что символически. Мы, кстати, живем здесь недалеко. Будем каждый день приходить. Дети сказали, обещали, будут приходить поливать. О счастье и о детях на этой неделе говорили много. В том числе и на ежегодном фестивале поддержки семьи, материнства и детства. Этот форум под эгидой Центра Покрова и Бобруйской епархии проводится уже восьмой раз. А главный лейтмотив остается традиционным – семейные ценности. Любовь, верность, взаимоподдержка, деторождение. Обсудить все эти темы съехали спикеры из Минской России. Город на Березине собрал педагогов, психологов, медиков, представителей духовенства, студентов и лидеров волонтерского движения. Как раз таки вот этот фестиваль, он призван про это рассказывать, о том, что есть у нас хорошие семьи. Надо говорить о том, что поддерживать каждую семью, даже если у нее один ребенок. И даже если у нее нет ребенка, то нужно говорить о том, что счастье является, ребенок – это счастье, посланник от Бога. И он укрепит вашу семью. Цель фестиваля – обмен опытом работы, направленной на укрепление института семьи и решение демографических вопросов. К слову, эта тема звучала также и на заседании городсполкома. Медики и чиновники вели важный разговор о повышении престижа семьи, увеличении рождаемости в Бобруйске и необходимости сохранять каждую жизнь. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Владимир Гребеневич. Итоги недели. История музыкантов из Бобруйска началась еще в 2012 году. Тогда автор текстов Иван Пономарев основал группу SkyNet. За семь лет синглы бенда полюбились белорусскому слушателю. Более того, группа успела стать специальным гостем у Би-2 в туре Spirit, занять лидирующую позицию в народном чарте на Белмуз ТВ и получить высокую оценку в финале конкурса Work and Rock от Ильи Лугутенко и Ивана Урганта. И вот на днях очередной успех группа презентовала клип на единственную в репертуаре композицию на белорусском языке. Песню Каханая выпустили еще полгода назад и все-таки решили оживить ее картинкой. Вчера вечером, пока одни горожане слушали в Бобруйской арене Стаса Михайлова, другие пошли на сольный концерт SkyNet. Кстати, поддержать ребят и порадовать зрителей своей музыкой приехал и специальный гость – британец Эдвин Поуп. Но обо всем по порядку. Клип на Каханую появился в сети неделю назад. Сама же песня на белорусском языке уже полюбилась слушателям и пополнила хит-парады страны. А еще благодаря Каханой SkyNet стала победителем Международного фестиваля живой музыки в Санкт-Петербурге. Где ты была, моя Каханая, моя Каханая, где ты была. Главную роль в трехминутном клипе сыграл Аркадь Логвин, актрисой стала Ксения Дулепская. Музыканты сами придумывали разные варианты для съемок ролика. В основу легла история любви, в которой герои на пути к возлюбленной встречается немало трудностей. Часть материала бэнд даже отснял в Лондоне, но позже его запраковали. Тут появилась идея о Санкт-Петербурге, о поездке главного героя и встрече с любимой девушкой. Он делает ей на сцене предложение в большом концертном зале Aurora Concert Hall в центре Санкт-Петербурга. Перед большой аудиторией, там несколько тысяч человек было. Мы все это сняли, получилось небольшое лайв-видео. Мы скомпоновали, но в итоге получился такой видеоклип. Каханную вместе с десятком других синглов, которые сейчас в ротации не только на белорусском, но и российском радио, Скайнет исполнил на сольном концерте. К нему ребята готовились три месяца. Специальным гостем программы стал британский музыкант Эдвин Поуп. Джозефы, саксофонист и поп-рок-группа подружились в Англии и долгое время плодотворно сотрудничают. Вместе они выступали в галерее нашего земляка, художника Геннадия Иванова. Интересное выступление, интересный такой микс музыкальный, потому что там выступали еще, помимо нас, другие команды. И также вот теперь наш друг Эдвин Поуп, музыкант-саксофонист, интересная музыка, тоже, если вы не слышали, послушайте, здорово. И вот, в общем, там так все спонтанно происходило. Даже толком не готовились. Это было интересно. Это просто сет, когда мы играем, Эдвин подключается и играет импровизацию. В 25-минутной программе Эдвин Поуп исполнил авторские произведения и своего нового альбома. В переводе с английского он называется «Ромашки в городе Ангелов». Это о маленьком районе в Лондоне. Визит иностранца, кстати, стал вторым по счету. И этого хватило, чтобы полюбить Бавруйск. Прекрасный город, очень хорошие люди, очень отзывчивые. Я горжусь, что нахожусь здесь. Мне очень нравится музыка группы SkyNet. Она очень яркая, очень энергичная. Они прекрасные люди. Я рад с ними работать. Кстати, Каханая 25-го мая будет бороться за звание и песни года на телеканале ОНТ. Свой голос отдать за нее сможет каждый. А 21 июня группа SkyNet сыграет в Санкт-Петербурге на одной сцене с эшелоном российской эстрады. Ну и, конечно же, в планах у нас поездка в Великобританию. Мы собираемся дать там несколько концертов. Ну и, конечно, готовиться к выступлению в Беларуси будет достаточно. В том числе, мы, наверное, стартуем в Бавруйской опять-таки. Открою секрет, ли я там еще выступим на открытой площадке. И в июле Гомель, далее Минск и остальные города. Свет, звук и специальная программа. Этот сонный концерт называется «Атлантида», так же, как и песня группы. На Бавруйской площадке она впервые зазвучала вживую. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Поп-рок группа и джазовый саксофонист написали музыкальное сопровождение для арт-проекта «Метаморфозы». Он посвящен проблеме изменения климата на планете. Сейчас над проектом работают ученые, художники и артисты. Презентация запланирована на конец этого года. Музыкальные вечера и интерактивные программы, литературные гостиные и театральные шоу. Во все республики проходят мероприятия, посвященные Международному дню музеев. Сегодня белорусов ждут насыщенные интересные программы. Любой желающий сможет приобщиться к активной культурной жизни и взглянуть по-новому на новые и любимые арт-локации. В стране ночью пройдет долгожданная акция «Ночь музеев». «Синяокая» принимает в ней участие с 2005 года. Бобруйск присоединился к международной акции в 10-й раз. Накануне в городе прошел вечер квестов. Научные сотрудники организовали для маленьких и взрослых жителей интеллектуальные игры. Пилотка. 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 Правильно, пилотка. Только надо вписать правильный ответ. Тиши, пилот. Тиши. Несколько десятков вопросов и всего несколько минут на раздумье. Мозговой штурм для школьников решили провести в зале Великой Отечественной войны. Среди заданий именно великих полководцев известные песни о войне и символы победы. Занимаемся некоторых ответов. Не знаем большую часть, потому что еще не проходили этого по истории Беларуси и всемирной истории. Тем не менее, здесь есть все подсказки в зале. Ну да, в зале много подсказок, но только главное их найти. Для полноты ощущений и погружения в атмосферу военных лет старшеклассники в форме связистов и солдат воссоздают отдельные моменты службы и жизни во время коричневой чумы. 17-летний Александр Бородин отлично вживается в роль. Какую функцию вы выполняли в военные годы? В военные годы? Ну, во-первых, штаб. Это принятие связи, принятие решений по ходу военных действий. Это раз. Во-вторых, военные присяги выдавали, посылали людей на фронт воевать за Родину и за Сталина. Во время квеста школьники не просто отвечали на задания, но и сами задавали вопросы актерам-любителям. Как признали сотрудники музея, именно на это и была сделана ставка. Тема истории, она сложная для детей, тем более даты, какие-то полководцы. А когда они сами ищут ответ на какой-то поставленный вопрос, они запоминают его более визуально. И даже дети, которые из шестой класса, еще не проходили Великой Отечественной войны, войну очень заинтересованы. Спустя час стартовал еще один лабиринт времени, но для взрослых. Вопросы этого квеста охватывали времена от найденного в Бобруйске средневекового шлема до ярких моментов расцвета города уже в мирное время. Но и это не вся программа юбилейной акции. Залы насыщены интересными анимациями, мастер-классами, выставками. Ну, как-то мы так постарались уже угодить всем. Посмотрите, мастер-класс под качество. Забытое уже ремесло практически для Бобруйска, это вообще, она его возрождает. И понимаете, что интересно, ведь она деткам это все показывает. Это очень важно. Если ребенок вот что-то такое почувствует, это очень здорово. Только в этом году акцию «Ночь в музее» в Бобруйске посетило несколько сотен человек. Организаторы надеются и в следующем году удивить горожан. Над программой работают уже сегодня. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Этой позитивной новостью мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. Мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу ровно в 7 вечера. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!